На днях Центральный банк на плановом заседании принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых. Такой низкой ставка была последний раз в конце 2021 года. Сейчас идет тренд на снижение. Банк России уменьшает ключевую ставку в пятый раз подряд с тех пор, как резко увеличил ее до 20% годовых в феврале 2022 года. Снижение ставки связано в первую очередь с снижением темпов инфляции и с необходимостью стимулировать кредитование, стимулировать спрос на готовую продукцию. Банк России пояснил в пресс-релизе, что снизив ставку он стимулирует людей откладывать меньше денег, то есть вклады становятся неприбыльными. А вот кредиты наоборот выдаются под более низкий процент и становятся наиболее выгодным вариантом. Чем выше потребительский спрос, тем лучше для экономики. Производители различных товаров пользуются кредитами, и если они будут платить меньше по кредитам, то себестоимость производства станет немного ниже. Плюс к тому, если увеличится объем спроса, то компании смогут сэкономить на масштабах производства. Но тем не менее, в сумме этот эффект будет не таким уж большим. С другой стороны, увеличение возможностей по привлечению кредитов будет означать дополнительный спрос. А если будет дополнительный платежеспособный спрос, это значит, что продавцам не будет смысла снижать цены. А они наоборот получат возможность цены удерживать на текущем уровне или даже повышать их. Ну, по крайней мере, на те товары, которые часто приобретаются в кредит. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также от того, как будет перестраиваться российская экономика, и от внутренних и внешних рисков для нее, сообщил Центральный банк. Как правило, чем выше инфляция, тем вероятнее, что Банк России будет повышать ключевую ставку и наоборот. Сейчас годовая инфляция снижается. По данным на 15 июля она составила 15,5% годовых по сравнению с 17,1% в мае. По прогнозу Центрального банка, годовая инфляция снизится до 12-15% в 2022 году, до 5-7% в 2023 году и вернется к цели в 4% в 2024 году. Алина Красильникова, Универньюз.